Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Я так давно не сидела на этом месте, не снимала подобные ролики. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что за окном у нас с вами потихоньку раскачивается осень, поэтому давайте вместе готовить осенние косметички. Я покажу, что же интересненького я откопала в своих запасах, что нового у меня появилось, и также будут новые ароматы. Вообще, такая подборка на осень. Поехали! Между прочим, я не знаю, как так получилось, но у нас с вами не было ни фаворитов весны, ни фаворитов лета. Но есть несколько средств, которые очень сильно мне полюбились, и я, конечно же, забираю их с собой в осень. Но они уже проверены временем. Наша первая, пожалуй, самая сложная категория – это тональные кремы. Вот если летом мы с вами выбираем все такое невесомое, легкое, незаметное, то осенью мы уже можем от души накраситься, так прикрыть свою кожу, спрятать от холода. Если летом из-за погоды по большей части мы все выбираем, все такое максимально легкое, очень невесомое, прозрачное, то осенью мы уже можем себе позволить и накраситься, и также даже хочется укутать свою кожу от холода, как минимум не дать ей потерять ее собственную влагу. У меня будут в моей подборке разные средства с естественным финишем, таким более легким, и что-то поплотнее, стойкое. Давайте начнем! До сих пор мне очень нравится бюджетный тональный крем от бренда Seventeen под названием The Natural. Он у меня во втором оттенке. Он настолько беспроблемный, он быстро и просто распределяется. Очень классный тон на каждый день. У него такой влажный, естественный финиш. При этом он неплохо все перекрывает и хорошо держится в течение дня. Вы можете припудрить его любой прозрачной пудрой, и тогда этого свечения будет меньше. Это легкое к среднему покрытие, и при том, что он такой вот, знаете, универсальный, он хорошо и выглядит в течение дня, и также держится, потому что очень часто такие более легкие тональные кремы сползают. Здесь я этого не заметила даже в жуткую адовую жару. Второй тональный крем, который мне очень сильно нравился, это Chanel. К сожалению, у него быстрый расход, это линейка Le Beige, но зато это самая необычная текстура и уникальный финиш. Во-первых, когда ты выдавливаешь его, такое ощущение, что это чуть-чуть гелевая вода с вкраплениями тонального крема. Это все смешивается, но не поверите, он впитывается в кожу, слегка выравнивает тон, но он вообще не заметен. Вот даже вы можете накраситься и говорить, что на вас абсолютно ничего нет, и вам все поверят. Это тон для тех, кто, во-первых, не любит влажное свечение, он впитывается у меня под ноль. Если хочется сияния, то я еще что-то добавляю. Это не кремовая текстура, это скорее для жирной кожи, для комбинированной. И для тех, кто не любит краситься и не любит ощущение макияжа на лице. Несмотря на то, что вот по факту он делает минимум, все равно получается максимум. Это эффект отдохнувшего, не накрашенного лица, и здесь просто нечему проваливаться в поры, в морщинки. Но это так красиво и так по-настоящему. У меня оттенок милиум, есть и посветлее цвет, я даже иногда подмешивала его в более плотные тональные кремы. Они лучше ложились, лучше распределялись и легче выглядели на лице. И да, это Шанель, цена кусючая, но здесь хотя бы оправдана. Именно поэтому этот тон всегда теперь будет появляться во всех моих подборках лучших из лучших средств. Моя новиночка – тональный крем от бренда Enough. Я недавно была в Украине и уже по традиции оформила заказ на Makeup.ua. У них самый большой ассортимент – это факт и выгодные цены по сравнению с тем, что представлено там в стационарных магазинах и на других каких-то площадках. И мне очень удобно, я сразу забросала в себе в корзину и ухо для волос. Покажу в других роликах, и Мэдикейт у них есть. Взяла себе сыворотку с ретинолом. Давайте сделаем отдельное видео об уходе, также ароматы. И я увидела, что помимо тональных кремов, там еще представлены уходовые средства от бренда Enough. Я как-то не рискнула, возможно, очень даже зря. Если вы пробовали, поделитесь своими впечатлениями. А пудру не стала брать только по той причине, что там были очень светлые оттенки, все размели, поэтому остановилась на новом для меня тональном креме. Я не могу сказать, что между ними всеми у меня был и классический коллаген, и отбеливающий, и 8 пептидов, еще с улиткой. Вот я не могу сказать, что они чем-то очень сильно отличаются. Это всегда красивое, ухоженное лицо после нанесения. Каждый раз накрасил, ну это полнейший восторг. Также мне нравится то, что они дают такой мокрый финиш. Не все за этим гоняются, так как я, если вы больше матовые или сатиновые команде, не факт, что вам точно так же сильно понравится, как мне. Но у этих тональных кремов целая армия поклонников, я в их числе. У меня оттенок 23, сейчас он чуть-чуть не светловат, но если добавить бронзера, то тоже хорошо, он загорелый. Номер 21 я также прихватила, я думаю, что зимой как раз будет круто. Это тот тональный крем, который сам по себе, ну один из самых-самых. Помимо этого я очень часто подмешиваю их в те тональные кремы, которые не всегда ровно ложатся, или когда есть что-то, что мне не особо нравится и подходит, но жалко выбросить. И он каждый тональный крем преображает. Ну и сам по себе это ох и ах, лично в моем случае это мое мнение. И вот то, чем отличается этот тон от остальных, это SPF 50. Несмотря на то, что за окном будет холоднее и холоднее, солнце все меньше и меньше, я все равно буду защищаться от солнечных лучей, по той причине, что я планирую пользоваться ретинолом и кислотами. И вот предыдущие баночки я раздавала своим подругам, я не хотела, чтобы это все стояло и протухало, у меня слишком много разных средств, а здесь объем ого-го, и каждая из них перезвонила и спросила, «Оля, что это за тон? Где ты его приобрела?» И действительно, он не настолько популярен и известен в Польше, только в кругах визажистов, и его довольно сложно купить, поэтому я всегда привожу его. А, и еще здесь такой небольшой апдейт, непрозрачная крышечка. Не видно, как неаккуратно я могу пользоваться косметикой, когда тороплюсь. Ну и, конечно, вы поняли, что от меня большая рекомендация. На них огромное количество отзывов на Майкоп Юэй, можете зайти, почитать. Вообще, заглядывайте к ним за новинками, за любимцами. У них самый большой выбор парфюмерии. Я очень много ароматов приобретала у них, как в польском интернет-магазине, так и в Украине. Мне все нравится, сервис у них прекрасный, очень быстро доставляют, все хорошо запаковывают. И уходовая косметика, чего там у них только нет, для лица, для тела, для души. И, между прочим, Майкоп сейчас расширяются. У них есть представительство не только в Украине. Майкоп Стор отправляют в Россию, Майкоп Элл, в Польшу, в Казахстан и в другие страны. Поэтому обязательно поищите. Я уверена, что вы будете очень приятно удивлены как ассортименту, так и ценам. И останетесь с ними так же надолго, как и я. Вы знаете, я вот принесла сюда тональный крем Тушекла от Yves Saint Laurent и собиралась показать его, но у меня есть сомнения. Это обновленная версия, когда-то моего любимого Тушекла, но что-то у меня с ним вот не складывается. Да, это красивое свечение, но как же он паршиво может смотреться в течение дня. Вот такой кейкий фейс, как будто кожа отдельно, а он отдельно. И причем это происходит каждый раз, когда я использую разные пудры. Если без пудры, все красиво. Поэтому я пытаюсь его приручить. Он стоял на фоне, я знаю, вы будете интересоваться. Пока что у меня нет однозначного мнения, и не могу сказать, что это надо всем. Но он увлажняющий, и потенциально мог бы быть хорошим тоном на каждый день, но пока что я не берусь так утверждать. А вот то, что я могу советовать, это Luminous Silk от бренда Armani. Вообще вся линейка настолько покорила меня, что она будет в фаворитах года. Я уже заранее могу это сказать. Это тональный крем, который, во-первых, дает лицу такой, вы знаете, дорогой лоск. Вот есть подделка под шелк, а есть шелк. Он очень легкий, и он ложится тонко, но при этом все перекрывает. И он настолько универсальный, что и на комбинированной, и на жирной коже выглядит потрясно. И это свечение, которое невозможно подделать, мне кажется. Вот есть такие средства, на которые стоит потратиться. И я могла бы скупить всю линейку Luminous Silk и не пользоваться ничем другим. Но у меня тут такая деятельность, что я вынуждена это делать. И сейчас вот, например, у меня оттенок 4. Я его отложила до того времени, когда я стану чуть менее загорелой. Но это мой самый универсальный слегка... Нет, ну, наверное, не желтоватый, а более такой нейтрально-человеческий. Вот назовем его так. У них вообще хорошая цветовая гамма. Если у вас и розовые подтоны, вы более загорелые, там есть все, что угодно. Я практически никогда не рекомендую никакие базы под макияж. Эту посоветовала мне бьюти-эксперт Armani. Я проходила их консультации, вы помните наверняка. И она говорит, Оль, попробуй вот такой увлажняющий праймер. Я скептически подошла к этому моменту, потратила свои деньги. Да, я нанесла. Я думаю, господи, где я была раньше? Я не знаю, что они положили сюда в эту базу, но она и увлажняет. И благодаря этой базе тональный крем ровнее, лучше наносится. Он легче и выглядит, и ощущается, но при этом не теряет все свои остальные свойства. То есть и плотность покрытия, все вот эти дела. Я не знаю. Но для меня это идеальный дуэт. Их консилер уже не стала приносить, потому что ничего нового. Но для меня этот дуэт, это такая фирменная классика жанра, которая, наверное, навсегда останется со мной в моей косметичке. Ну и как последний динозавр ютуба, я скажу несколько слов о Bourjois Healthy Mix в такой стройной упаковке. Это версия с сывороткой. Он гелевый, он увлажняющий, он прекрасен, он просто наносится. Я не люблю вот эти все танцы с бубнами, специальные приспособления, какие-то кисточки по 100 фунтов или сколько они там стоят. Мне нужно, чтобы быстро и качественно. И это как раз тот случай. Это среднее покрытие. И вы знаете, он не отпечатывается. Когда я случайно там где-то прикасалась пальцами к лицу, я понимала, что ничего не стирается, во-первых. Во-вторых, не видно на пальцах, ничего не пачкает. И он хорошо смывается. То есть это стойкий тональный крем, но при этом он не забивает поры, не закупоривает их. Некоторые жалуются на катрис. И я ничего такого не отметила для себя, несмотря на то, что моя кожа склонна к забиванию пор, к каким-то высыпаниям. То есть после катрис вроде все окей, но я не рискую использовать его на каждый день. Для меня это более парадно-выходной вариант. А это на каждый день. Вот то, что надо, особенно на холодное время года. И даже если у вас жирная кожа, попробуйте. Это влажное свечение, но не чересчур. Пудра, пудра, пудра. Осенью и зимой я люблю накрасить на себя все самое сияющее, потому что лицо меньше потеет. И в принципе оно больше пересыхает от погоды. Поэтому хочется вернуть вот это здоровое, красивое свечение кожи. Я по-прежнему очень люблю метеориты. Но я столько лет их показывала, что давайте обойдемся в этом видео без них. Но если вам интересно, то у меня третий оттенок. И до сих пор большая-большая любовь у меня с метеоритами. Что касается чего-то недорогого, но очень близко. Я бы даже сказала, что эти два средства более универсальны за счет того, что здесь нет такого явного свечения. Для тех, кому было слишком много вот этого сияния в метеоритах, я думаю, что вам вот эти варианты понравятся. Я надеюсь, что пудра от бренда Eveline под названием Varite уже появилась в ваших магазинах. Она продается в такой скромной упаковке, но на лице это выглядит люксово, это очень красиво. Это фиксирует любой тональный крем. Я не так давно снимала целый обзор, такой тест-драйв новинок от бренда Eveline. И там эта пудра в действии. Пудрочка от бренда Bourjois, они похожи между собой. Но эта еще имеет фирменную отдушку Bourjois. Она чуть-чуть розовая в упаковке, но на лице прозрачная. И тоже со всеми тональными кремами использую ее. И мне нравится то, что упаковка небольшая, можно забросить в сумочку и забрать с собой куда угодно. Также, особенно осенью и зимой, мне очень нравятся пудры, которые дают чуть-чуть дополнительного покрытия и свечения. Также такие пудры помогают скорректировать какие-то погрешности макияжа. Если где-то напитнил бронзером, если где-то неровно нанесся тональный крем, если где-то есть какие-то шелушинки, если в принципе хочется все вот так, знаете, как финишный штрих сделать в макияже, это делает лицо вот таким как 3D-шным, возвращает лицу жизнь. И пудра от бренда Armani, тоже Luminous Silk. Ну, как бы этим все сказано. У нас с ней сложилась дружба, и я ни разу не жалею, что я приобрела ее. Спасибо, что мне подсказали с оттенком. Тоже Beauty Expert номер 3. Четвертый он загорелый, хотя очень часто номер 4 подходит мне. Без проблем могу заказывать. И здесь номер 3, он такой универсальный. Сегодня я не пользовалась этой пудрой, отложила ее на время, но уже не могу дождаться, потому что она тоже покорила мое сердце. И фаворитик, фаворитик тени. Вот то, что нужно всем. И любителям макияжа, и профессионалам. Я показывала эти тинты, по-моему, в сторис моего инстаграма. Девчонки, это такое качество за копейки. Вы должны это попробовать. Это матовые тени, жидкие, от бренда Luxe Visage. Их можно использовать в качестве самостоятельного средства, или же базы под тени. Я люблю, не могу. Я не ищу ничего другого. И у меня есть два оттенка, которые я использую максимально часто. Один из них я отвезла маме, но я откопаю в своем инстаграме сводчи всех, которые у меня были там. От 101 до 106. Сейчас у меня то, что всегда со мной, это номер 103. Эти тени в качестве основного цвета у меня на веках. И, я не знаю, он подходит под все макияжи. Он такой нейтрально-бежевый. Они застывают, они не скатываются, они не стягивают веки, они не бледнеют. Они у меня уже несколько месяцев, и в жару со мной катались, не застыли, не выливаются. Очень удобный аппликатор. Они восхитительны. Второй оттенок, более розовый, номер 102. Ничего более удобного в использовании. И такого, вы знаете, делающего того, что должен. У меня нет. И даже не хочу искать ничего ни дешевле, ни дороже. Это то, что я настоятельно рекомендую вам купить. И вы влюбитесь в них еще больше, чем я. Летом я очень сильно ленюсь. Я в основном не крашу глаза. А вот осенью хочется достать все свои палитры. У меня, кстати, их слишком много. Я не буду показывать те даже любимые в этом видео. Потому что видео это не резиновое. Покажу просто то, что мне сейчас интересно использовать. И даже как-то так в кайф. В холодное время года я предпочитаю или нейтральную гамму, или какую-то не рыжую, как минимум. И все возможные лиловые оттенки какие-то попрохладнее. Так вот, у меня есть вот такая палетка от бренда Charlotte Tilbury. Она очень маленькая, компактная. Здесь классное зеркало. И хорошая подборка оттенков. Единственное, чего я не поняла, зачем они сюда влепили вот такой рыжий. Лучше бы они поставили сюда, например, коричневый такой глубокий, шоколадный. Знаете? Они этого не сделали. И это, пожалуй, единственный цвет, которым я пользуюсь редко. Остальные хорошо подходят как для дневного, так и вечернего макияжа. И несмотря на базовость этой палетки и не слишком убийственную пигментацию, вы можете сделать как такие легкие макияжи, так и что-то более темное. Также мне нравится то, что здесь сатиновый финиш, но не сияющий, но они очень просто тушуются, не осыпаются. И даже если у вас возрастные веки, есть какие-то складочки, морщинки, они не будут это подчеркивать. Поэтому такая универсальная. Мне кажется, что всем эти цвета более-менее должны подойти. Есть как холодные, так и теплые. Также мне понравились тени Жаде. Тоже заказывала их на мейкапе. Я хотела сразу несколько палитр, но их очень быстро разбирают, поэтому я успела отхватить только одну нейтральную. Напишу вам название внизу в инфобоксе, какая именно у меня. Это подборка таких нейтрально-золотистых сатиновых оттенков. Очень красивые и, опять же, несколько вариантов макияжа вы можете выполнить при помощи вот такой маленькой палетки. Очень удобная в использовании. Тени мягкие, они такие шелковистые, пигментация здесь хорошая. Вот так это все выглядит. И, кстати, цвета и не рыжие, и не какие-то, которые не могли бы подойти реально каждой девушке. Эти тени меня порадовали, они не были дорогими. Вот этот спонж вполне себе можно использовать. Эти тени наносятся как кисточками. Даже спонжами более насыщенно получается. Но я даже часто использую свои собственные пальцы. Если вы еще не знакомы с этими тенями, то обратите на них свое внимание. Следующая палетка под названием Dazzling Diamonds от Charlotte Tilbury. Она у меня очень давно, и я втихаря ее пользовалась. Но в ней есть несколько минусов. И нужно, наверное, даже понимать, с чем вы имеете дело, прежде чем сильно потратитесь. Потому что это не бюджетная косметика. Но мне нравится, как это выглядит. Я такие топперы использовала раньше от бренда Tom Ford. Но здесь мне нравится несколько оттенков. Это, ну, такая вот, знаете, моя любимица. Но я не уверена, что она нужна всем. Мне нравятся тени легкие. Не слишком такие, знаете, кричащие. Но чтобы это было с изюминкой. И по цветам, и по текстурам. Это палетка топеров. Эти тени не имеют, как бы, очень незаметной цветовой базы. Но это как россыпь бриллианта у вас на глазах. Необычно. Когда я накрашена этими тенями, вы задаете вопросы там во влогах в основном. Или где-то в инстаграме я появляюсь. И вот три этих светлых, чаще всего у меня как-то намиксованы на глазах. Они, к сожалению, еще и со временем затираются. Видите? То есть, такой вариант, как бы, с особым подходом, наверное, и с принятием этих минусов. Здесь есть светлый, очень красивый. Я, честно говоря, никак не убирала вот этот слой, который затирается. Они все равно работают. Если посмотреть так на сводча, непонятно. Но если добавить это на веки, давайте я сейчас это и сделаю. Я очень часто смешиваю вот эти два оттенка просто на центр века. И вот это не что-то, что будет прям сильно блестеть, как пигмент. Нет, это другая история. Это очень так легко выглядит и тоже не утяжеляет макияж. Для дневного или вечернего, для какого хотите. Я такое люблю. Но я знаю, что есть много тех, кто вообще говорит, что это такое, что я купила. Поэтому не знаю. Если вы знакомы с тенями Шарлотт Тилбери, именно с топперами или Том Форд, и вы понимаете, о чем идет речь, вы любите такие умеренные макияжи, только в таком случае рекомендую тратиться. Если нет, оно вам не надо, можно прожить и без этого. Лучше купить пигмент, который будет сиять, так сиять, сиять и будет заметен. То есть это вот что-то такое, такое touch, знаете, финальное. Две палетки от бренда Seventeen. Вот такие. Одна похолоднее, вторая потеплее. Мне очень нравятся центральные, потому что они прессованные, но сияют и дают такой же интересный цвет и перелив, как пигменты. Золотой и такое розовое золото, наверное, что-то в этом духе. Я очень часто смешиваю их между собой и даже средства для лица, здесь хайлайтер и румяна, использую как тени. Они классные, они не гипердорогие, но мягкие, насыщенные цвета, пигментированные. Да, мне нравятся, и я эти палетки никому не отдаю, потому что они очень крутые. А вот то, с чем мне хочется поиграться, так как осенью и зимой все-таки больше хочется краситься, это новая палетка от бренда Everline под названием Mystic Galaxy. Я делала на нее полный обзор, можете посмотреть. Я не ожидала, что мне настолько зайдет, потому что где нюд и я, а где такие цвета. Но здесь есть и нюдовая гамма, и что-то более интересное, что на глазах как-то волшебно раскрывается. Такие глаза с ними яркие. И тоже забыла принести сюда лайнер, хотелось бы чаще красить стрелки в этом сезоне. И лайнер тоже, между прочим, от Everline. Супер-пупер. И вот эти тени Mars, они тоже как прессованный, слегка влажный пигмент. Они хорошо наносятся пальцем, и как они мерцают. Это что-то с чем-то. Здесь намешано несколько цветов. Обязательно посмотрите это видео, и вам все станет понятно. Я от своих слов не отказываюсь. Я могу только добавить, что эта палетка меня очень сильно вдохновляет. На какие-то эксперименты никогда бы не подумала. Но это действительно факт, и так оно и будет. Здесь еще и кисточка есть, и вообще упаковка хорошая. Если душа требует экспериментов, как в моем случае, и чего-то сразу и на каждый день. Вот. Бронзеры. Я люблю слегка сияющие бронзеры. И у меня есть два, которыми я пользовалась без остановок этим летом. Первый Laguna. Это бренд Nars. У меня есть такая миниатюра, которая путешествовала со мной. И я даже порывалась купить себе полноразмерную. А потом подумала, что у меня есть несколько других. И просто отложила оттенок на этот момент. Но это когда-то произойдет. Красивый, теплый оттенок, но не рыжий. И он не сильно блестящий, но за счет вот этих цветоотражающих частичек он легче наносится и растушевывается. Для свежего отдохнувшего вида лица. Очень нравится. И когда-то полный размер обязательно куплю. То, что я использую дома, это на самом деле не бронзер. Это пудра от бренда Dior. Она для лица и тела. Она привлекла меня своей необычной текстурой. Я взяла себе в оттенке 4N. Это цвет такой печеньки, чуть-чуть подгоревший. Ну, я не знаю, как это можно еще написать, потому что это не кофе с молоком. Он все-таки теплый этот оттенок. Но это пудра, которая не пудра. Когда-то у бренда MAC был бронзер вот именно такой текстуры. И он мне очень нравился. То есть она по ощущениям и как влажная. И не сильно в ней есть вот эта пудровость. То есть самой текстуры пудры нет. Но она дает цвет. И, ну блин, я даже не знаю, как вам сводч показать этого средства. Потому что ее реально незаметно на коже. Она не ложится очередным слоем на лицо. Но придает оттенок. Причем, ну это бронзер темный. Поэтому его видно на мне. Мне настолько зашла вот эта текстура, что я даже купила себе пудру в оттенке 2N. Но признаюсь честно, что пока что не пользовалась. Но текстура очень необычная. Поэтому захотела себе взять именно пудру, чтобы протестировать ее. Румяна. Сейчас мне очень нравятся необычные румяна. И, наверное, за ними прям гоняться не стоит. Но просто показываю то, что я люблю. Это Bare Minerals. Оттенок Pink Sky. Он вот такой вот в упаковке довольно яркий. Но на лице он таким не выглядит. Это, опять же, такая текстура, которая вот если придавить, она прогибается. Вы знаете, у NYX есть такие тени. Я просто не хочу сейчас их портить. Они и не влажные, но все равно, опять же, не наносятся пудрово на лицо, а прям вот вполировываются в кожу, впечатываются в нее, как хотите. И как кремовые работают. Но они при этом не кремовые. И это розовый, нежный оттенок, очень освежающий. Он и светоотражающий, но здесь нет никаких частичек. Мне кажется, что за счет необычной текстуры вот такая прикольная штучка. Давайте быстро пробежимся по средствам для губ и перейдем к ароматам. Я знаю, что многие ждут именно этой части этого видео. Первое это уходовое масло от бренда Luxe Visage. Масло для губ в оттенке 105. У меня есть еще и 104, он уже заканчивается. Такой легкий, нежно-розовый нюд. А этот просто делает мои губы чуточку ярче, более насыщенными и неплохо ухаживают за губами. Когда просто хочется что-то нанести, чтобы было приятно, чтобы губы стали мягкими, выбираю это средство. Дальше. Красные помады. И вы знаете, что я люблю такие ядреные красные помады, но для меня очень важно, чтобы это была стойка. Чтобы я не переживала, что-то там растечется, размажется. Даже когда я надеваю маску, я хочу ее снять и хочу быть уверенной в том, что с моим макияжем все в порядке. А красная помада дает мне особенное настроение и как-то так стильно выглядит. Даже в таком образе, как сейчас на мне. И хоть спортивный костюм надевая, красная помада, ты сразу на 10 пунктов более стильно выглядишь. Мои любимые красные ядреные помады. Это Буржуа в оттенке, господи, я вам показывала его, номер 9. Если я что-то напутаю, то точная информация будет в инфопоксе. Вот такая матовая, насыщенная, без карандаша их крашу. У меня нет ни одного красного карандаша. И десятый оттенок от бренда Пупа. Их вот эти матовые помады очень сильно люблю. И она дает максимальный цвет. И стойкость вот этих двух меня очень радует. Но по текстуре Буржуа легче. А вот эта прям такая, ух, как накрасишь. Карандаши для губ. У меня тут такие позорные огрызки. Ну, что есть, то есть. Первая Charlotte Tilbury Pillow Talk. Помаду не люблю. Она мне не подходит. Она рыжая. Но карандаш бомба-бомбита. И вы мне написали, что у бренда NYX есть аналог. И вы были правы. Это Peekaboo Neutral. Я купила этот карандаш на мейкапе. У нас они здесь везде распроданы. Я не могла найти их в Польше. И это действительно такой же цвет, как Pillow Talk. Это... Я обязательно оставлю вам фотку. Давайте так, чтобы я тут долго не объясняла. Но очень универсальный оттенок, который так освежает, так подчеркивает внешность. Он по-другому заставляет играть в макияж. Можно накрасить ресницы этот карандаш даже без помады. И будет уже красотень. Карандаш, без которого я не могу обойтись. Был у меня еще целый, но подружке понравился. Я отдала. Тоже сложно. Доступен здесь в Польше. Нужно искать. Pupa 04. Холодный, лилово-коричневый. Со всеми помадами. Даже сегодня он на мне с матовой помадой, которую я вам покажу. Жидкая матовая помада, которая сегодня на мне, это Seventeen. В оттенке 6. Цвет такой, как вы видите. Для четкости контура добавила еще карандаш, потому что у меня легкая асимметрия, врожденная. Так что корректирую. И еще у бренда Pupa вышли вот такие помады. Называются они Petal Lips. У меня оттенок 03. Это очень красивый, чуть-чуть холодный нюд. Она божественная. И эти помады, они как бархатные. И они скользят по губам. Они хоть и матовые на губах, но не прям убийственные такие. Матовые они и увлажняют. Я не знаю, как это объяснить. Это нужно пробовать. И у них есть несколько цветов. Я не нашла еще один. Там такой четвертый был. Показывала вам в собиралке. Где-то он затерялся среди сумок. Но вот эти помады точно будут у меня в использовании в этом сезоне. Еще хотела вам показать нюдовую помаду от бренда Armani. Я, наверное, более подробно о них расскажу. Это новая линейка Lip Power. Не хочется о них так коротко в двух словах. Наверное, во влоге давайте соберемся вместе. Очень красивый нюд. Вот такой. Сейчас, особенно, когда я чуть загорела, это такой слегка коралловый. Кораллово-коричневый. И это помады, которые увлажняют. С одной стороны, ты их наносишь сразу так комфортно губам. Ты понимаешь, что они увлажнены. А потом становятся сатиновыми. Но это не сатин, который блестит. А типа такой живой мат. Что-то в этом духе. Подвижный, не стягивающий. Эти помады еще и долго держатся. То есть такой прорыв для меня. Потому что тоже не с чем их сравнить. У меня есть несколько оттенков. Вот еще 102-й. Тоже такой в упаковке. Сильно светлый. Но даже сейчас, если бы я его нанесла с нюдовым коричневым карандашом. Поздравляю тех, кто дожил до этого момента. Мы будем разговаривать об ароматах. У меня есть ароматы, которые я готова и хотела бы показывать из года в год. И вообще, мое парфюмерное я могло бы скрываться в одном флакончике. Это Armani Code. Я думаю, что вы о нем наслышаны от меня. Это аромат дорогой, стильной женщины. Которая преуспевает во всем. Это тот образ, к которому мне хотелось бы стремиться. Это та женщина, которой я хотела бы быть. Она умная. Она красивая. Она самодостаточная. Она успешная. Она одевается стильно, скромно, лаконично. Но и современно. То есть, знаете, это то, чем я могла бы пользоваться до конца жизни. Это сладкий аромат. Какого-то люкса, роскоши. В нем нет ничего отталкивающего. Наверное, он может не понравиться тем, кто не любит сладкие ароматы. Но зимой это то, чем хочется пользоваться. Для того, чтобы немножечко укутаться, как-то согреться. Это аромат уютной осени и зимы. Аромат качественного кашемирового шарфа. Это нечто. И я даже не знаю, какой это флакончик по счету. Я не покупала новый. Он у меня сохранился с прошлой зимы. Я ему бесстыжо изменяла с другими. Но до сих пор считаю, что этот аромат выше всех похвал. Если вы у меня спросите, Оль, любимый? Вот это он. Также мне нравился Alien от Mugler. Он более такого, знаете, с какой-то перчинкой. Но они чем-то похожи. Да простят меня оба бренда. Но для меня это довольно близко. Это классика. Это то, что хочется покупать из раза в раз. Мне же захотелось найти что-то новое. Что-то другое. Я попросила вас поделиться своими рекомендациями в инстаграме. И отталкиваясь исключительно от этого, из описания ароматов на мейкапе, я делала свой заказ. И теперь внимание. Аромат, который или любят до потери пульса, или не любят также до потери пульса. Это Титяна Терренсин. Наверное, так это читается. Это Кирка. У моей мамы, между прочим, тоже есть аромат от этого бренда. Только Афродита. Она говорит, что это просто блаженство. Но этот ей понравился. Она хотела сделать отливант. Но мы об этом забыли. После нескольких проведенных бесед в инстаграме с моими зрительницами, я поняла, в чем проблема этого аромата. Во-первых, в том, что им пользуются без чувства мер. Второй момент, это то, что он дико популярен в странах СНГ. Когда я была в Украине, я получила его и наносила каждый раз. Когда мы отправлялись на встречу с родственниками, с друзьями, и меня спрашивали, Оля, это вот тот аромат? Я была в шоке от того, насколько он узнаваем. Это, мне кажется, очень похожая история, как с Лавио Бель от Ланком. Сначала был бум, многим нравился. Он такой сладкий, очень вязкий, липкий. И такой, да, я сама им пользовалась вообще до посинения. Теперь смотреть на него не могу. И здесь другая история парфюмерная. Но это очень-очень ярко, и это очень на любителя. И если вы пользуетесь такого плана ароматами, то имейте в виду, что если он нравится вам, он не обязан нравиться другим. И все, весь автобус, весь вагон метро, весь офис, и все ваши родственники не должны пропахнуться этим ароматом. Он действительно супер-супер стойкий. Кто-то говорит, что он очень такой сладкий, ванильный. Для меня это тропическая бомба. При том, что мне он очень зашел. Но я не совсем понимаю, почему его относят к зимним ароматам. То есть к осени и зиме для меня это вполне себе такой аромат на весь год, даже на весну и лето, если пользоваться меру. Хотя я его на себе не ощущаю. А мои близкие говорят, как ты можешь его не замечать? Только на следующий день, когда я приму душ и перекладываю, например, кардиган, то, что не отправилось в тирку, я ощущаю этот запах. И он для меня мега приятен. Для меня это не просто что-то сладкое такое, вот знаете, липкое, вот очень именно зимнее, согревающее. Нет, это и тропические фрукты, и то, что встречается у нас в саду. Это маракуйя. Я где-то как-то слышала, что ощущается в нем маракуйя. Вот эту кислинку, мне кажется, дает именно она. Но при этом персик, груша, возможно, малина. Также мускус, сандал, ваниль однозначно. Это то, что делает этот аромат стойким. И это шлейф, который будет за вами тянуться. Игривый аромат, аромат настроения. Это дорогая парфюмерия. 100 мл, большой объем, хватит на полжизни, особенно с такой стойкостью. Ух, берегись мое окружение. Но дабы не прогадать, на мейкапе есть пробники. Так что можете приобрести. Я сама так сделала, ну, чтобы слишком много банок не было, и чтобы не промахнуться. А если вам нравятся белые цветы, хотите познакомиться с этим брендом, то Афродита тоже. Вот на моей маме звучит очень красиво, но как-то среди белых цветов у меня есть свои любимцы. Помимо этого было очень много других рекомендаций. Самые популярные позиции я выпишу здесь в инфобоксе. Пока что с некоторыми брендами мы не нашли подхода к друг другу. Например, с Том Форд у меня так. Их летние, не летние, зимние ароматы, стойкие, вот эти все сладкие. Как-то, не знаю, не было такого, что меня зацепило и пленило. Я всегда выбираю по такому принципу, а не просто, знаете, чтобы было. Также мне интересен новый Ив Сен-Лоран, либо только в парфюмированной версии. Он на тот момент, когда я заказывала на мейкапе, был распродан. Что-то же говорит о популярности. Аромат, который, возможно, у вас не будет ассоциироваться со мной, но это что-то, чего у меня нет и что-то, что меня интригует. Это бренд Bottega Veneta. Так скромно, но так со вкусом. Это так стильно, просто, да, красивый флакончик и кожаная ленточка. Это аромат, который мог бы быть унисексом. Все-таки, наверное, больше в женскую сторону, но хотя это женский аромат. Что я имею в виду? Он довольно такой сдержанный, холодный и даже землистый. Но он такой необычный. Такое ощущение, вот когда ты наносишь его... Давайте сегодня нанесу, но мне как раз ничего нет. Когда наносишь его, он такой очень колючий, шипучий, вот как перец такой тебе сразу в нос. Но дайте ему время настояться, слиться с вашим личным ароматом, и он тогда раскрывается совершенно по-другому. Может, это не совсем классно, когда ты пахнешь новой сумкой или ароматом новой машины, вот именно кожаного салона. Это не совсем то. Но вот когда ты пробуешь этот аромат, то какие-то такие ассоциации. Знаете, когда ты вскрываешь коробку, а там идеальные лодочки кожаные, да? И они так красиво выполнены, что тебе их даже жалко носить. И я думаю, что ценители кожи в ароматах скажут, что это не кожа, Оля, ты не разбираешься. Но для таких, как я, это вот близко, потому что я любитель парфюмерии, я ни в коем случае не профессионал. Но у меня ассоциации с чем-то вот именно люксовым, очень таким лощеным. Это аромат, который заставляет тебя сразу вот расправить плечи, нести себя по-другому, разговаривать по-другому. Он статусный, он дистанционный. То есть это не аромат, на который слетаются все, как мухи, да, на мед. Нет, это аромат вот деловой леди, аромат кого-то, кому по статусу не положено вот это вот все слащаво-цветочное. Это аромат для тех, кто хочет выделяться. Такой, вы знаете, royal. Мне кажется, то, что меня в нем привлекает, это жасмин. Но в нем есть и древесные нотки, возможно, не всем женщинам это нравится. И это аромат аристократ, который не должен на себя надевать там кучу бижутерии, какой-то, знаете, чтобы добавить себе статуса. Все и так знают, чего он стоит. Вот сейчас произошло мое самое любимое. Этот аромат стал таким мягким, более ласковым, но все равно аристократ в нем остается. Это то, чего не было в моей коллекции. Спасибо вам огромнейшее. Я оценила. Конечно же, я продолжу пользоваться ароматом Zedic и Voltar. Это сливочный пломбир. Боже, это самый уютный уют. Это пудрово-сладкий аромат со сливками. Такой вот он, знаете, когда хочется укутаться в плед и вот заварить себе какао какое-то, почувствовать себя максимально комфортно. Это аромат, даже которым не хочется обливаться, который хочется наносить для ощущения уюта и теплинки. Он довольно универсальный. Я уверена, что он многим понравится. Я сама безгранично в него влюблена. И осень, и зима. Это идеальное время для него. Спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я очень ценю вашу обратную связь и поддержку. Мы с вами встречаемся совсем скоро. Иду снимать шоппинг-лог, поэтому впереди много осенних видео. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok